Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 апреля, день Вениамина. Память святых мученикам Авды и Вениамина. Авда разрушил храм огнепоклонников, после чего начались гонения на христиан. Их преследовали, не разбирая возраста, различными способами предавали смерти. Первым из них после разнообразных мучений был усечен мечом священномученик Авда. А спустя 30 дней после него были казнены смертью и другие святые мученики, и между ними святой диакон Вениамин. Его посадили на кол, после чего он умер. Этот день в народе называли огнищем. Существовало поверье, что женщины, родившиеся сегодня, являлись огнищанками. Они набирали пылающие угли из печи и разводили костры. Эти костры обладали целительными свойствами и позволяли излечить различные болезни. Так больного человека проносят через костер, и он выздоравливал. В народе этот день еще называли и в честь святого священномученика Ипатия Чудотворца. Потому сегодня был праздник, который имел несколько названий. Ипатий, канун пролетия, Ипатий Чудотворец, Ипатий Разрешитель Неплодства и Бесчадия. Если у роженицы открывалось внутреннее кровотечение, а также для увеличения грудного молока молились святому Ипатию. В этот день обращались к святому Ипатию и с просьбой дать защиту от нечисти. Народ знал, что бесы вездесущие. Могут проникнуть в человека через питью еду и навредить. Особенно бесы любят проникать в неперекрещенный сосуд. Для этого такие сосуды клали дощечки в виде перекрестных палочек и читали молитву. Черти могли вредить разными способами. Ноги отдавить, толкнуть, напугать, помутить разум. Верили в то, что бесы сегодня могут поразить конкретную часть тела человека. Например, ноги отнимутся. Народ знал, что нечистая сила боится крестов, которые чертили на окнах и дверях. А использовали для этого свечи, оставшиеся с чистого четверга. Также они боятся острых колющих предметов. Поэтому на подоконнике сегодня клали колючие растения, веточки чертополоха. Избегали произносить и само слово бес, потому что слой дух войдет в человека, призывающего его. А распознать нечистого в человеке мог ребенок, которому не исполнилось 7 лет. Либо взрослый, находящийся под защитой иконы. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. В питании постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok